Руальдаль Фантастический мистер Лис Глава 14 Барсук сомневается Нужно заглянуть еще одно место Завел мистер Фокс Готов поспорить, я знаю куда Сказал самый маленький Лисенок Куда? Спросил Барсук Мы были у Богиса Мы были у Банса Рассуждал Лисенок А вот у Бина еще не были Значит мы идем к Бину Верно, признал мистер Фокс Но ты не знаешь куда именно мы направляемся Куда? Корм спросили оба Ага Усмехнулся мистер Фокс Подождите и сами увидите Во время разговора Они не переставали копать Туннель быстро продвигался вперед Тебя это ни капельки не беспокоит, рыжик? Неожиданно спросил Барсук Беспокоит? Не понял мистер Фокс Что? Да все это воровство Мистер Фокс Перестал копать Посмотрел на Барсука Как на сумасшедшего Ты знаешь хоть кого-нибудь В целом мире Старый ты хрыч Сказал он Кто не стащил бы пару куриц Если бы его дети умирали от голода Наступило короткое молчание Барсук глубоко задумался над его словами Слишком добропорядочный Покачал головой мистер Фокс В добропорядочности нет ничего плохого Ответил Барсук Послушай, сказал мистер Фокс Боги, Банс и Бин хотят нас убить Надеюсь, ты это понимаешь? Да, рыжик, понимаю Кивнул добряк Барсук Но мы же не опускаемся до их уровня Мы же не хотим их убивать Надеюсь, что нет Пробормотал Барсук Нам это даже в голову не приходит Продолжал мистер Фокс Мы просто возьмем у них немного еды Чтобы мы и наши семьи не умерли от голода Верно? Пожалуй, да Согласился Барсук Хочется им быть злыми, пожалуйста Сказал мистер Фокс А мы народ приличный и миролюбивый Барсук склонил голову на бок И улыбнулся мистеру Фоксу Я люблю тебя, рыжик Спасибо, улыбнулся в ответ мистер Фокс А теперь давай копать Через пять минут Передние лапы Барсука Уперлись во что-то твердое и плоское Что это? Спросил Барсук Похоже на каменную стену Вместе с мистером Фоксом Они расчистили землю Тут и в самом деле была стена Но не каменная, а кирпичная Кому могло прийти в голову Построить стену под землей? Все очень просто, ответил мистер Фокс Это стена подземного помещения И если я не ошибаюсь Это как раз то, что нам нужно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому